Тропическая страна Доминикана, расположенная на берегу моря, в окружении волшебных пейзажей и кокосовых пальм, стремительными темпами набирает популярность у туристов, желающих провести свой отдых в карибском стиле. Республика знаменита белоснежными пальмами, красивейшими бухтами и коралловыми рифами. Доминикана занимает второе место по величине среди всех стран Карибского бассейна, уступив первенство Кубе. Столицей страны является город Санто-Доминго с численностью населения 2 миллиона человек. Во всей Доминикане проживает около 10 миллионов жителей, основную часть составляют афроамериканцы, 73%. В основном люди живут за чертой бедности, в стране высокий уровень безработицы. При этом доминиканцы славятся своей добротой и открытостью. К высшим социальным слоям в стране относятся испанцы, низший класс – это мулаты и африканцы. Основной язык республики – испанский, но на острове самана люди в основном общаются друг с другом на английском, иммигранты из Гаити предпочитают креольское наречие. Невозможно представить Доминикану без музыки, в стране популярны такие танцы, как бачата и меренги. Основная часть населения исповедует христианство, 96%. Местные девушки рано вступают в брак, чаще всего в 15 лет они уже находятся в статусе «замужней дамы». Это стоит знать, доминиканцы неторопливы, сиеста для них святое время, она длится в течение двух часов, с 13 часов до 15 часов. Пять минут для местных жителей превращаются в вечность для россиян, если вам ответят на какую-либо просьбу «завтра», значит, ее не выполнят никогда. Сезон на Гоа, когда лучше ехать отдыхать в Доминикане функционирует шесть аэропортов, пункта Канта, находит в городе с одноименным названием. Самый крупный международный аэропорт в стране. Принимает, как регулярные, так и чартерные рейсы. За год обслуживает примерно 4 миллиона пассажиров. Используется в качестве основного транспортного узла республики, оснащен двумя международными терминалами с VIP-зонами. Это единственный аэропорт в Доминикане, поддерживающий воздушное сообщение с Россией, Эль Сибаа в Сантьяго, Америка Пения Гомес. Расположен в столице страны, пользуется большой популярностью у прибывающих туристов. Аэропорт обслуживает крупные международные авиалайнеры. Годовой пассажир-оборот составляет 3 миллиона человек. Лаунион в Пуэрто-Плато обслуживает 16 авиакомпаний из различных стран. Аэропорт располагается в 12 километрах от центра города, Самана-эль-Катии в Самане, Каса-дель-Кампо в Ла-Романо. Международный аэропорт, возведенный в 2000 году, один из самых популярных в стране поскольку территория государства невелика, потребностей во внутренних трансферах нет. Авиаперевозками в стране занимаются три компании, Аэролайн СМАС, осуществляет регулярные и чартерные перевозки. Имеет КОТК АМАФ, ПАВА Доминикана, специализируется на регулярных международных авиаперевозках в страны Карибского бассейна. КОТК АПВД, САП, проводит чартерные рейсы в Карибском регионе. КОТК АТО, ПСВ. Самая старая авиакомпания в стране, она организована в 1961 году. Аэропорты республики в течение всего года принимают путешественников, поскольку здесь всегда стоит хорошая погода и для визита в страну не нужна виза. Доминикана, когда лучше ехать отдыхать перед поездкой в Доминиканскую республику, стоит ознакомиться с особенностями ее климата, чтобы подобрать оптимальную дату поездки. В принципе на курорте можно наслаждаться местными красотами круглогодично, поскольку градусник термометра в стране практически никогда не опускается ниже 30 градусов. Интересно, Доминиканская республика не лучший сезон для отдыха, период с мая и до середины июня, в этот период в стране идут проливные дожди. Правда, льют они не целыми днями, а в основном в утреннее время. После этого солнечная погода вновь восстанавливается, но многие туристы не знают о этом и отказываются от путешествия. Поэтому в это время года на курорте тихо и безлюдно. Доминикана температура по месяцам, январь, днем 26-29 градусов, ночью холодает до 20-24 градусов, февраль, день, 26, ночь, 19 градусов, март и апрель, днем 30, ночью 20 градусов, мая и июнь, день, 30, ночь, 22 градуса. Июль и август – самые жаркие месяцы в стране. Днем температура поднимается до 32-35 градусов. В сентябре и октябре на пару градусов прохладней, чем в летний период. Ноябрь, день, 31, ночь, 21 градус. Декабрь, температура воздуха на пару градусов ниже, чем в предыдущем месяце. Доминикана сезон для отдыха – это зимний период, с ноября по апрель. В это время в стране наиболее комфортные условия для отдыха. Доминикана летом погода не радует, в это время часто идут дожди и на улице практически невозможно находиться из-за аномальных высоких температур – до 36 градусов. Стоит ли ехать в Доминикану в августе? Однозначно нет, это самый неблагоприятный месяц для отдыха. Сезон на Мальдивах, когда лучше ехать отдыхать, государство не может похвастаться большим количеством достопримечательностей или архитектурных ценностей. При этом оно по-прежнему занимает лидирующие позиции в перечне туристических направлений. Среди многочисленных курортов страны можно выделить несколько точек на карте, пользующихся любовью туристов, Пунта-Кана. Курорт по достоинству оценят любители пляжного отдыха. Здесь можно сутками напролет лубоваться красотами окружающей природы и Атлантического океана – Пуэрто-Плата. Место притяжения отдыхающих со всех уголков земного шара. Посетителей привлекают белоснежные пляжи и чистая вода. Курорт оценят любители дайвинга, ведь его моря являются «родиной» коралловых рифов. Для размещения в стране можно арендовать кемпинг или снять номер в отеле. Самана – располагается на острове с одноименным названием. Здесь практически всегда стоит хорошая погода, на пляжах можно находиться сутки напролет. Его часто выбирают молодожены в качестве места для проведения медового месяца, бюджетные варианты, куда стоит поехать за новыми впечатлениями в стране – Кабаретти. Курорт выбирают любители серфинга, здесь практически постоянно дуют сильные ветра, способствующие занятию данным видом спорта – Хуан-Долия. Песчаные пляжи, прозрачные воды, пальмы, бараона. Место не отличается развитой туристической инфраструктурой, но славится своими прекрасными пляжами и девственной природой – Бока-Чика. Идеальный вариант для отдыха с детьми. Местечко располагается в природной лагуне и находится в 30 километрах столицы Доминиканы. Они отличаются наличием недорогих гостиниц, при этом впечатлений там можно набраться не меньше, чем на дорогостоящих курортах страны. Когда лучше ехать в Турцию в Доминиканской Республике хорошо развит гостиничный бизнес, туристы могут подобрать оптимальный вариант размещения исходя из своих финансовых возможностей и разницы в расположении. Главные отели страны, славящиеся своими спа-центрами, ресторанами и собственными пляжами – Барсела Бавара Палас Делакси. Гостиница находится в Пунта-Канае Магнитом притягивает туристов со всего земного шара. Главная отличительная черта отеля – роща из кокосовых пальм, обрамляющая его со всех строн. Гостям предлагают разнообразное меню, вкусную выпечку и свежие фрукты, и Берастар Гранд хотел Бавара. Гостиница подойдет любителям романтического и уединенного отдыха. В отель могут заселиться только те, кто достиг 18 лет. Здание построено в колониальном стиле, окружено пальмами и бассейнами в форме лагун, Гранд Баиа Принцип Амбар. Отель находится в живописном местечке под названием Плая Бавара. Он имеет невероятно красивый и просто огромный пляж в своем распоряжении, волшебные сады с тропической растительностью. Для отдыха с детьми в стране стоит присмотреться к следующим вариантам – Мелия Кариб Тропика. Отель находится в 20 километрах от аэропорта Пунта-Каны, по его территории передвигаются детские паровозики, ходят ростовые куклы любимых мультипликационных персонажей. При необходимости в номере установят детскую кроватку с балдахином, в ванной комнате есть все необходимое для купания малышей. В гостинице есть бэйби-клуб, куда можно привезти кроху в возрасте от 4 месяцев – Парадайз Пунта-Кана-Резорт. В этом месте созданы потрясающие условия для отдыха с детьми. Отель очень уютный, утопает в зелени. На территории большое количество бассейнов и прудов, вдоль которых прогуливаются розовые фламинго. Если вы не хотите тратить большие средства на проживание в стране, предпочитая пустить их на развлечения, то обратите внимание на отели, где можно отдохнуть дешевле – Белвью Доминикан Бэй. Главный недостаток гостинцы – удаленность пляжа, чтобы попасть на него придется прогуляться пешком метров 250. Таланкера Бич Резорт. Недорогой отель, но при этом в распоряжении имеет собственный пляж. Правда, питание на уровне трехзвездочка гостиницы – Амза Марина Каса Марина Бич. Располагается в 10 минутах изда от аэропорта Пуэрто Плато. Неподалеку находится пляж с белоснежным песком. Обратите внимание, в стране очень мало отелей с категорией 3 звезды, основная часть гостиничных комплексов имеет 4 или 5 звезд. Все тонкости местного туризма и цены на отели стоит уточнить у туроператора, поскольку стоимость проживания может меняться в зависимости от сезона. Основную часть времени своего пребывания в стране туристы проводят именно на пляжах, которых здесь бесконечное множество. Однако можно выделить несколько мест, пользующихся популярностью у бывалых путешественников – пляжи Бавара. Длинная прибрежная полоса, окаймленная кокосовыми пальмами. Лазурные воды, ласкающие белоснежный песок. Волшебные подводные рифы и большое количество увеселительных заведений. Это лишь малая часть достоинств этого чудесного места – Арена Горда. Пляж располагается в Пунта Кана и славится своим жемчужно-карамельным песком – Бока Чика. Девственно чистая природа и белоснежный песок. Пляж обрамлен коралловыми рифами и является одной из самых больших лагун в Карибском бассейне – Плая Дорадо. Благодаря кристально чистой воде, подводным рифом и открытому океану пляж магнитом притягивает любителей дайвинга и венчерфинга. В Доминиканской республике большое количество пляжей заслуживающих внимания, об этом свидетельствуют их многочисленные награды и высокие оценки от ЮНЕСКО. Вы точно найдете, где отдохнуть. Каждую неделю из Москвы в Пунта Кану летают прямые авиарейсы. Время в пути примерно 13 часов. Европейские авиакомпании осуществляют рейсы из нескольких российских городов – СПБ, Челябинска, Екатеринбурга, Самары, со стыковкой в Париже, Франкфруты и т.д. Сколько в этом случае времени уйдет на дорогу? Около 20 часов. Сколько часов лететь из Санкт-Петербурга до Доминиканы? Из города летают прямые рейсы, они доставят вас до страны за 12 часов. Жители Ростова-на-Дону и Екатеринбурга также избавлены от пересадок, они на полет затратят от 13 до 14 часов. Курорты Доминиканской Республики выбирают те, кто хочет провести незабываемый, но уединенный отдых, насладиться подводным плаванием и оценить сервис местных гостиниц. Данное направление – это настоящий рай на земле для любителей белоснежных пляжей и лад.